В Октябрьском районе продолжают ликвидировать незаконные временные строения. На этот раз под снос попал салон интимтоваров. Предприниматель не платил за аренду и за землю. Еще разместил свой бизнес вблизи от школы. Сначала хозяину ларька выписали уведомление, чтобы он самостоятельно убрал павильон. Горе предприниматель извещение проигнорировал. Теперь разбирать строение и его содержимое приходится подрядной организации от районной администрации. Число самовольных строений в городе постоянно меняется. Одни ликвидируют, другие появляются. Депутату горсовета Сергею Толмачеву регулярно обращаются горожане с просьбой решить эту проблему. Считаю, что необходимо нам оперативно и срочно разбираться со всеми незаконными ларьками, с незаконными павильонами, а добросовестных предпринимателей, которые наоборот создают рабочие места, которые продают дешевые продукты, чем остальные, их мы должны поддерживать. В администрации Октябрьского района рассказывают, есть специальная программа по сносу незаконных ларьков. Этот район в городе не лидер по числу самовольных павильонов. В начале года их было около 70. Для сравнения, в Советском районе две сотни павильонов. Начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрация Октябрьского района отмечает положительную тенденцию. Предприниматели все чаще демонтируют свои павильоны самостоятельно. В этом году мы уже демонтировали 52 объекта. Из них более половины демонтировано с жителями и предпринимателями самостоятельно. Остальные объекты демонтированы в рамках муниципального контракта. Продолжение следует...